Выравнивание стены, замена проводки. Это малая часть реконструкции, которая сейчас полным ходом идет в Титов арене. К сентябрю в Барнаульском хоккейном доме появится фитнес-зал, зона для силовых тренировок и тренажеры для кардионагрузки. Под новые помещения отвели 400 квадратов, на которых прежде размещались склады. Заниматься в залах смогут как спортсмены, так и просто любители тренировок. Такое обновление Ледового дворца для многих стало неожиданностью. В этом году ремонт не планировали, но неожиданно от руководства Новокузнецкого металлурга команды высшего дивизиона поступило предложение о тренировках и играх их коллектива на Барнаульском льду в этом сезоне. Ледовый дворец Новокузнецкий закрыт на ремонт. Часть помещений отводят исключительно для кузбасских гостей. Блок именно под команду металлург. Раздевалка для тренерского штаба, помещение для административного корпуса, помещение для хознужд, пропрачка, сервисмен. То есть это все блок будет находиться именно под команду металлург. В дальнейшем это все останется для команд Динамо Алтай. Что касается нашей команды Динамо Алтай, то она остается в подэлитном дивизионе. Предстоящий сезон она встретит с новым главным тренером и на 70% обновится. Как пояснило руководство, нужно омоложение команды. С этой целью любимого большинством болельщиков капитана Степана Жданова заменит новый лидер. Но кто это будет, пока неизвестно. Все кадровые изменения, подчеркивает министр спорта, должны в итоге привести к главной цели – переходу в элитный дивизион. Тогда и финансирование повысится. Да, пока это третья лига, но наши амбиции крепки, и мы постараемся войти в сезон и закончить сезон с результатом. То есть, конечно, хотелось бы и победы той, которая удалась нашим баскетболистам. Поэтому то, что будет присутствовать еще одна команда, но я думаю, дополнительный повод для наших болельщиков прийти, посмотреть на хоккей того уровня, к которому мы стремимся. Сейчас Динамо Алтай ждет нового главного тренера. Им стал Владислав Хромых. Он родом из Свердловской области. Возглавлял ряд команд элитного дивизиона. Уже в августе под его руководством хоккеисты отправятся на первый сбор в село Бочкари. В планах сыграть пару контрольных матчей и сделать прорыв в новом сезоне, чтобы уже в следующем сезоне сыграть в одном дивизионе с новокузнецким металлургом. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.